В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Здравствуйте. Европейская комиссия рекомендовала предоставить Молдове и Украине статус кандидатов в члены Евросоюза. В случае с Грузией заявка, которая была подана одновременно с Молдовской и Украинской, исполнительный орган ЕС рекомендовал гарантировать ей европейскую перспективу, подчеркнув необходимость проведения в этой стране глубоких структурных реформ до обретения такого же статуса. Рекомендации о предоставлении Молдове и Украине статуса стран-кандидатов в члены Евросоюза были утверждены на заседании Европейской комиссии по председательствам Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, при принятии решения учитывались как экономические и правовые критерии, так и способность развития в конкурентных условиях Евросоюза. В случае с Республикой Молдова глава Еврокомиссии подчеркнула, что впервые с момента обретения независимости страна находится на пути в Европу, однако отметила, что реформы должны быть продолжены, сообщает и Уропа Либера Молдова. Грузия, которая также подала заявку на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС, не получила зеленый свет от Брюсселя, поскольку считается, что в этой стране затормозился процесс реформ. Рекомендация Европейской комиссии является ключевым, но не решающим фактором. Окончательное решение будет принято на следующей неделе на саммите Европейского совета, в который входят главы государств и правительств всех 27 стран-членов ЕС. Напомним ранее, президент Румынии Клаус Йоханнес в ходе совместного визита в Украину с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги написал в своем твиттер-аккаунте, что нет времени для колебаний и Украина, Молдова и Грузия должны получить на следующей неделе статус стран-кандидата в ЕС. Обеспечение интеграции Украины, Молдова и Грузии на Европейском совете на следующей неделе необходимо для создания сильного и прочного счета вокруг наших ценностей. Речь идет о нашей способности проецировать безопасность и стабильность в нашем регионе. Нет времени для колебаний, отметил румынский президент. Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз в начале марта после того, как это сделали Украина и Грузия. Позднее наша страна заполнила обе части анкеты для вступления в ЕС. В мае Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Европейский совет и Европейскую комиссию предоставить Молдове статус кандидата в члены Европейского союза. Общение между Республикой Молдова и Российской Федерацией сведено к минимуму и поддерживается на уровне послов. Об этом в передаче одного из частных телеканалов заявила президент Майосанду. По ее словам, война в Украине ограничила и молдавско-российские экономические связи. В передаче телеканала ТВ-8 главе государства был задан вопрос, как она характеризует отношения между нашей страной и Российской Федерацией, а также о наличии диалога между властями. Общение сведено к минимуму, поддерживается на уровне послов. Наш посол в Москве иногда передает сообщения, а посла Российской Федерации здесь, в Кишиневе, время от времени вызывает в Министерство иностранных дел для того, чтобы наши власти передали через него определенные сообщения. Президент также отметила, что война в Украине существенно отразилась и на экономических связях Молдовы и России, поскольку возникли препятствия для экспорта и импорта определенных товаров. Что касается взаимоотношений с «Газпромом», Майосанду подчеркнула, что они поддерживаются и молдавская сторона пытается добиться более эффективного диалога с российским концерном. Общение с «Газпромом» происходит. Другое дело, что с их стороны мы не получаем четких ответов. Весной, когда возникли вопросы, от имени правительства были направлены письма, однако они остались без ответа. При этом поставка природного газа продолжается. Договор действует, правда у нас нет уверенности до какого времени, что решат в «Газпроме». Однако это не означает, что официальный Кишинев не делает запросы или не пытается получить ответы там, где это необходимо. Недавно министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отметил, что оптимистичным сценарием для нас было бы сохранение нынешнего договора с «Газпромом», а худшим развитием стала бы необходимость закупать голубое топливо на международных рынках. По словам вице-премьера, несмотря на высокий тариф на газ, действующее соглашение с российским концерном – это самое выгодное решение. Также Спыну сообщил, что в настоящее время ведутся дискуссии с официальными представителями Азербайджана по поводу возможности приобретать газ в этой стране. Напомним, 6 мая компания «Молдова Газ» обратилась к «Газпрому» с просьбой продлить на один год срок проведения аудита исторической задолженности, накопленной за потребление природного газа, что является одним из положений договора. Как указывает молдавская сторона, ответ пока не получен. Президент Майя Санду приглашена на совместное заседание парламентов Республики Молдова и Румынии, которое пройдет 18 июня в Кишиневе. Как сообщается в пресс-релизе законодательного органа, во дворец республики ждут весь молдавский депутатский корпус. Однако фракция Блока коммунистов и социалистов еще 16 июня объявила об отказе участвовать в предстоящей встрече, поскольку подобные мероприятия не имеют прецедентов в мировой практике. Румынскую сторону будут представлять председатель Сената Флорин Кыцу, глава Палаты депутатов Марчел Челаку, лидеры групп, руководители комиссий и парламентарии от всех политических партий. Ожидается, что в конце заседания законодательные органы двух стран примут совместное заявление об организации форума. Было объявлено 6 июня на совместной пресс-конференции спикера парламента Республики Молдова Игоря Гроссу и председателя Палаты депутатов Парламента Румынии Марчелла Челаку, который находился тогда с визитом в Кишиневе. Это первое подобное мероприятие после пяти совместных заседаний правительств двух государств, состоявшихся в последние годы. Усталость за рулем стала причиной гибели водителя в дорожно-транспортном происшествии. Трагедия произошла этим утром на трассе Кишинев-Бельс недалеко от села Кадрянка. По сообщению правоохранительных органов предварительно установлено, что 30-летний мужчина, ехавший в направлении Кишинева в автомобиле дачи, заснул за рулем. Во время движения произошло боковое столкновение со встречным грузовиком, которым управлял 61-летний водитель. В результате удара оба транспортных средства вынесла с проезжей части, после чего они перевернулись. Водитель автомобиля дачи скончался на месте. Проводится расследование. Карабинеры его отчим задержаны с поличным в момент продажи наркотических веществ. В пресс-релизе прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам сообщается, что они продавали наркотики через интернет-магазин. При обысках по месту жительства задержанных изъяты 40 пакетиков с наркотическими веществами и 80 тысяч леев, предположительно полученных от продажи запрещенных веществ. Пресс-служба генерального инспектората Карабинеров уточнила, что не потерпит от своих сотрудников нарушение законодательства, служебной дисциплины или иного поведения, дискредитирующего звание военнослужащего. Прокурорам предстоит предъявить подозреваемым обвинение и ходатайствовать в суде о помещении их под предварительный арест. В связи с большим потоком грузового транспорта на выезде из Молдовы спасатели оборудовали на пограничном КПП в Леушенах островки поддержки, где созданы необходимые санитарно-гигиенические условия для водителей. Питание, квалифицированная медицинская помощь, охрана, связь, а также санитарные блоки. По сообщению Государственного инспектората по чрезвычайным ситуациям, в этих пунктах водители могут заняться личной гигиеной, приготовить еду, а также отдохнуть на раскладных кроватях. Помощь ГИЧС в реализации такого проекта оказало агентство ООН по делам беженцев. Со вчерашнего дня подобные места отдыха действуют также вблизи пограничных пунктов Скулень и Джурджулешты. Напомним, в среду премьер-министр Гаврилица заявила, что ситуация на молдавско-румынской границе улучшается, однако призвала коллег держать ситуацию под контролем, поскольку на границе с Украиной все еще сохраняются большие очереди грузового транспорта. Столичная полиция раскрыла подпольное казино, обустроенное в одном из зданий в центре Кишинева. Оно было замаскировано и оснащено передовыми системами безопасности. А для того, чтобы попасть в игорный зал, нужно было заручиться рекомендацией людей из близкого круга организатора. При этом минимальная ставка для участия в игре составляла 3000 леев. По сообщению полиции, подпольный и горный зал организовал 35-летний житель Кишинева. Казино работало только по ночам и пользовалось большим спросом. Оно было оснащено камерами внешнего и внутреннего видеонаблюдения. В ходе следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли игровой стол, более 2000 фишек, игральные карты и документы, связанные с незаконной деятельностью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства правонарушения и причастные к нему лица. Город Тараклея, администрацию которого возглавляет примар Вячеслав Лупов от партии ШОР, продолжает быстро развиваться. В самом разгаре работы по реконструкции одной из главных улиц, где ремонт не проводился более 30 лет, и это создавало большие проблемы для местных жителей. Как сейчас они реагируют на проводимые работы, смотрите в нашем репортаже. Одна из важнейших артерий Тараклея улица Карла Маркса, протяженностью 2 километра, которая пересекает город от одного конца до другого и по которой курсирует весь въезжающий и выезжающий транспорт, превратилась в настоящую строительную площадку. Довольные местные жители говорят, что ждали начала ремонта этой улицы десятки лет. Теперь у нас и дорожки есть, и клумбы у нас есть, и светло, освещение у нас хорошее есть, и всякое-всякое нам делает Вячеслав Лупов. Мы очень сильно ему благодарны, что нам не отказывает обещанное сдерживать свое слово. Люди очень многие ему благодарны. Открыли социальный магазин, это тоже хорошо. Дорога была плохая, хотя здесь каждый день много народу скопляется вокруг магазина. Надеюсь, будет очень на лучи. На конец концов решили устроить для старых людей, чтобы не спотакались, а чтобы шли хорошенько, спокойно. Ремонт этого участка дороги – обещание партии ШОР в рамках избирательной кампании 2019 года на выборах примара. По словам главы городской администрации Вячеслава Лупова, в следующем году начнется ремонт еще одной из главных улиц. Я рад очень, что наконец-то мы начали эту дорогу. В этом году мы планируем закончить улицу Карла Маркса от Болгарской до Новопозарской. И в следующем году мы хотим сделать всю улицу Садовая. И в принципе основные дороги города Таракле будут сделаны. Нам никто не верил, вплоть до того, что мы начали эту дорогу делать. Только сейчас люди поняли, что мы все-таки не шутим, когда говорим, что Карла Маркса будет сделано в этом году. Председатель партии ШОР, депутат Илон ШОР, заверил, реализация масштабных проектов в Таракле и продолжится. В этом году мы приготовили вам множество интересных сюрпризов. Поэтому ждите, дорогие друзья. Таракле начинает, продолжает модернизироваться. Идем вперед, вместе и до конца. Мы держим свое слово и мы работаем для людей. Улучшение дорожной инфраструктуры и обеспечение доступа к значимым объектам и учреждениям. Важнейшие проекты тараклейской команды партии ШОР. В 2020 году команда политформирования Илона ШОРа провела полное уличное освещение города. В этом году был завершен капитальный ремонт детского сада, который откроет свои двери для детей 1 сентября. Кроме того, в ряде сел Тараклейского района были построены игровые площадки. На этом все к этому часу. В студии была Ирина Варсан. Не пропустите вечерний выпуск программы «Время новостей» на телеканале ТВ6, 21.00 и в 10.30 на Архив ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!